Радио Сангейт 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 к нам очень скоро наступит, Акшая Тритья. И что же это такое за день, почему он считается одним из самых благоприятных в году, и как мы себя должны вести, мы сегодня как раз с Наташей обсудим. И буквально я, наверное, еще отвлекусь, расскажу, потому что, может быть, не все знают, близко знакомы с Наташей, хотя она достаточно частый гость нашей программы. Наташа, расскажи о своем астрологическом пути, буквально пару слов, какой ты традицией работаешь, чтобы, так сказать, информировать наших слушателей. Ну, сейчас я работаю в традиции джиотиш, астрологии, до этого я занималась западной астрологией, и плавно, вот это мое занятие, которое длится, наверное, с раннего-раннего детства, потому что с детства меня привлекало звездное небо, мне всегда было интересно на него смотреть, всегда было интересно задаться вопросом, что же там такое, и как это на нас влияет. Плавно мое увлечение западной астрологией перешло в увлечение восточной астрологией, в джиотиш. И сейчас я изучаю санскрит, и вот буквально недавно мы тоже взяли очень интересные курсы, которые именно связаны с первоисточниками. То есть сейчас мы изучаем всю базу, но уже на санскрите. Ну, я думаю, ты тоже это изучаешь. Мы с тобой в одном классе здесь идем, так что мы познаем очень интересные вещи, которые дают нам совсем другое понимание, более глубокое, более объемное. И вот сегодня, как я делилась с одним тоже нашим общим другом, санскритологом, даже буквально какие-то маленькие штрихи, они открывают перед нами уже совсем другую вселенную. Когда мы начинаем изучать это все в первоисточниках. Но мы с тобой сегодня говорим, она другая тема, поэтому не будем туда вдаваться. Да, мы не будем говорить про первоисточники, мы обязательно поговорим. Мы даже, может быть, нашего друга-санскритолога пригласим к нам в гости. Я уже давно его просила. Возможно, что он даст нам согласие. Мы об этом подробно поговорим, о том, как важно на самом деле получать знания именно из первоисточников. Но сегодня мы будем говорить о таком дне, который очень скоро наступит. Это Акшая Трития. Что же такое Акшая Трития? Я думаю, что люди, которые в интернете интересуются информацией по ведической астрологии или что-то читают, наверняка уже это понятие встречали, им попадалось и этот день. А обычно о нем говорят как о самом лучшем дне в году, самым благоприятном дне в году. Он приходится на третьи лунные сутки. И почему же этот день считается вот таким благоприятным? Что же такого в него происходит? И что же это вообще за такую волшебную дату? Каждый раз в году, когда Солнце находится в знаке Овна, Луна в знаке Тельца, оба светила в самых своих сильных знаках, в знаках своей экзальтации. То есть они проявляют себя максимально положительно. И при этом, когда данная комбинация выпадает именно на третий лунные сутки, наступает этот особый день, который мы называем Акшая Трития. И вот специально не поленилась, открыла сегодня словарик, для того, чтобы прочитать, как переводится Третья, это Третья. И Акшая, вот что нам дают санскритские словари? Какое значение этого слова? Это не распад, это неувидающий, это бессмертный, это неизменный, это неистощимый, это высший. Ну и здесь все это повторяется в дальнейших словарях. То есть один словарь плавно говорит то же самое, что и говорит верхний. То есть вот Акшая Третья, это тот день, который, действия, совершенные в который день, они свободны от выбора любой махурты. То есть это действительно таких дней всего три в году. И вот Акшая Третья, он самый сильный. И в этот день мы с вами можем, даже не подбирая индивидуальному хурту, сделать все, что мы с вами хотим, чтобы у нас это исполнилось. Единственное, конечно, нужно правильно, экологично поставить цели, чтобы потом не кусать локти от того, как наши желания сбываются. Но это очень благоприятный день. Именно для исполнения всего, что мы с вами планируем. Ну вот, интересно, на самом деле, давай еще поясним нашим радиослушателям, что такое махурта, потому что не все могут быть, может быть, знакомы с терминами ведической астрологии, джойтиша, поэтому мы, ну, простым таким языком, да, а что такое махурта? Махурта — это подбор благоприятного времени для любых начинаний. То есть чтобы наши начинания в дальнейшем дали результаты, дали хорошие плоды, подбирается махурта. Вот это подбор вот этого времени, он так и называется. И Акшая Трити, она свободна от подбора любого времени. То есть в этот день все, что начато, будет не распад, неувядающая, неистащимая, бессмертная, высшая. То есть само по себе вот это слово, оно настолько всеобъемлющее, всеобъемлющее, что вот за этим стоит тоже целая Вселенная, за целым словом. И вот эту Вселенную мы с вами в состоянии просто-напросто уже сотворить, если мы правильно поставим цели в этот день и правильно загадаем свои желания. А есть какие-то, вот интересно мне, противопоказания для этого дня? То есть вот мы говорим о том, что любые благоприятны для всего, а что-то не рекомендуют не делать в этот день? Ну, ты знаешь, Настя, это такой духовный у тебя на самом деле вопрос, потому что, ну, наши желания же могут быть направлены как на благо, так и во вред. Поэтому не надо желать тех вещей, которые могут принести вред другим живым существам, потому что всегда существует закон кармы, который всегда потом к нам вернется обратно. Но так как Акшай Трити, она исполняет все наши желания, и если мы пожелаем что-то в этот день плохое, то ты представь, что мы, в принципе, я говорю, а так как это считается очень мощным днем, насколько это потом усиленно, точно так же к нам вернется. То есть бумеранг здесь будет как бы умноженный на 100. Как в 100 раз это все исполнится, точно так же в обратный потом вариант мы получим в 100 раз то же самое плохое и для себя. Поэтому еще раз повторюсь, будьте очень аккуратными со своими желаниями. Это тот день, когда нужно желать правильные вещи. Поскольку энергии этого дня не очень сильно связаны с богиней богатства и процветания Лакшми, она любит все очень красивое, все очень дорогое, ассоциируется с красным цветом, то очень хорошо представителям обоих полов, причем, то есть как мужчинам, так и женщинам, с утра облачиться в какую-то новую красивую красную одежду. Потому что красный это цвет Лакшми, одеть свои лучшие украшения, привести до этого желательно свой дом в порядок, себя в порядок. Считается это время лучше для свадебных церемоний, для религиозных церемоний, для пожертвований, для помощи другим людям. Это вообще очень благоприятно. На этом, я думаю, мы с тобой остановимся более подробно. Очень хорошо начинать строительство, покупать недвижимость, переезжать в новый дом. Мне вот человек, наверное, 15 перед этим днем написало, вот хочу там купить машину, хочу там это, хочу то, что вы мне скажете. А вот договор тогда заключается, допустим, а вот как вот это попасть, чтобы в этот день, то есть нам же нужно попасть в этот день, ну вот скажу маленький секрет. Допустим, с покупкой машины, так он связан, потому что невозможно иногда сделать вот эту комбинацию в единый день. С покупкой машины вы можете это сделать заранее. Самое главное вам в этот день завести эту машину и выехать. Это уже будет гарантия того, что с вами, с этой машиной все будет в полном порядке. То есть здесь мы должны приоритет поставить не на документы, а именно на первый выезд, который мы насовершили на этом автомобиле. Потому что вот буквально вчера наша тоже с тобой общая знакомая, Наташа Гайнулина, она задала мне этот вопрос, она папе хочет купить машину и как-то вот старается вкиснуться, вот в этот день-то вообще отрите. Я говорю, самое главное, пусть папа выйдет в этот день на этой машине. Она говорит, это легко. То есть вот все, и уже мы можем быть спокойны за папу, за то, что папа будет на этой машине ездить без поломок, удачно, без аварии и т.д. и т.п. То есть вот таким вот образом мы можем... То есть не обязательно у нас в документах должна стоять дата покупки этой машины, именно вот это должно быть 28 лет? Обязательно. Машина именно, приоритет должен стоять, когда человек выйдет. То есть вот есть такая тоже интересная штучка в Мухурте, в подборе благоприятного времени, что важным все-таки будет тот момент, когда мы выезжаем. Точно так же касается дома. Вы можете покупку этой недвижимости оформить раньше, но вы должны войти в этот дом именно в этот день, чтобы вам все было хорошо в этом доме, чтобы вам жилось там благоприятно, чтобы все было очень-очень хорошо. Ну и, конечно, не ограничивайте себя в покупке драгоценных вещей, потому что этот день связан напрямую как с Лакшми, так и с Кубирой, с Богом богатства. И вот я уже на протяжении, Настя, я с тобой делилась в этом плане, шести, наверное, пяти-шести, я не помню уже сколько, это надо спросить у мужа, он более, наверное, точно помнит, потому что мужчины больше это запоминают, у женщин у нас память короткая. Он мне покупает каждый раз в этот день, каждый год, какое-то золотое украшение. И ты знаешь, мои золотые украшения, они приумножаются, честно. Ну ты меня знаешь, знаешь, что я не вру в этом плане. Поэтому муж знает, он вздыхает, как же я, третье, ну я не знаю, хорошо, плохо ли вздыхает, как у него, что там, но тем не менее, наше благосостояние, оно растет. И я так думаю, что в одной из ключевых ролей здесь играет именно покупка золота в этот день. Это очень-очень благоприятно. Также в этот день очень хорошо делать церемонии для ушедших предков. Считается их души, если мы делаем что-то, они возносятся на небеса. То есть и попадают именно, потому что часто ушедшие души, они зависают между мирами. Они не могут попасть на петрилока. Петрилока — это обитель тех, кто уже покинул этот мир. Питер в переводе с санскрита значит «предки». То есть это место обитания предков. И вообще задача предков — помогать нам здесь, живущим. Потому что считается, когда существо не облачено этим физическим телом, у него возможностей намного больше. То есть оно может помочь людям, живущим здесь на земле, намного больше. То есть как бы это благословление, которое дают нам предки. И для того, чтобы наши предки, им было хорошо там, мы должны в этот день проводить определенные церемонии. Очень хорошо заказывать яги. Очень благоприятно. Если вы не можете позволить себе это в финансовом ключе, сделайте сами. Можно смотря своего согласно вероисповедания. Можете христианские молитвы прочитать за рот. Можете мусульманские молитвы прочитать за рот. То есть согласно своего вероисповедания в обязательном порядке этот день очень хорошо какой-то отрезок времени в этот день посвятить ушедшим. Для того, чтобы их душа тоже спрогрессировала. Работайте в этот день с мантрами, с медитациями, с какими-то духовными практиками. Потому что этот день, когда мы занимаемся духовными практиками, он приносит нам совсем иной уровень духовного развития. То есть так как, еще раз говорю, перевод этого слова неувидающий, бессмертный, высший. То есть все духовные практики, следственно, они у нас уже настолько концентрировано усиливаются, что они дадут совсем другой результат. У меня еще один есть перевод, то, что никогда не уменьшается. Потому что санскрит очень такой богатый язык, он очень метафоричный, поэтому одного слова может быть огромное количество значений, но это, в общем, тоже понятно из перевода, то, что никогда не уменьшается. Но, кстати, вот по поводу желаний, я не хотела тебя перебивать, но вот хочу сделать одну свою ремарку. В 1997 году вышел такой фильм «Американский исполнитель желаний», он так и называется «Вишмастер». Это страшный-страшный ужастик, вообще просто ужасно, то есть там кроваво абсолютно все происходит, но этот фильм, на самом деле, он имеет очень глубокий философский смысл, именно как раз по поводу того, как мы формулируем свои желания. Потому что там некий демон, некий джинн, который исполняет любое желание, при этом забирает в обмен душу. То есть вот я на самом деле очень многим людям советую этот фильм посмотреть, потому что когда мы говорим что-то, когда мы во Вселенную бросаем свои запросы, вот так вот резко, в злости или, например, абсолютно не осознавая то, что мы говорим, могут происходить абсолютно страшные вещи. Поэтому вот реально фильм уже очень довольно старый, я как уже сказала, 97-й год, но он так хорошо демонстрирует вот эту вот нашу неосознанность, поэтому если вы хотите как раз подойти осознанно, то будьте очень внимательны в формировании своего желания. И у меня, знаешь, какой еще вопрос к тебе? Вот очень многие люди, я в последнее время, последние несколько лет читаю рекомендации ведических астрологов, вот они спишут в списке как раз своих желаний, насколько это благоприятно, хорошо вот именно в этот день. Либо все-таки надо заранее подготовиться. И у меня еще один есть вопрос, но вот на этот вы подойдете уже. Давай, давай, поэтапно. Ну, то, что я твою рекомендацию по просмотру этого фильма рекомендую всем просмотреть этот фильм до наступления Акшая Трити, чтобы действительно сформировать в своей голове уже какую-то целостную картину со своими, связанную со своими желаниями. И вот, да, ты очень хорошую тему подняла в плане желаний, и именно в плане их количества огромного. И сегодня очень много тренингов, очень много семинаров, которые проходят, и есть такие практики, когда людей заставляют выписывать свои эти неимоверные количество желаний, потом сокращая, сокращая, сокращая их, сокращая, сокращая, сокращая. Ну, с моей точки зрения, это как бы игра ума определенная. Намного проще сесть, помедитировать, сконцентрироваться на высших целях. У моего мужа есть очень хорошая фраза. Живи проще и думай возвышенно. Вот это тот день, когда мы на самом деле должны быть проще, но не исключать, конечно, побаловать себя какими-то золотыми украшениями, но стать проще и думать возвышеннее. И вот то, что я хотела дальше добавить, как раз пожертвование золота или серебра, если у вас все хорошо, именно с финансовым положением, не для себя, а для священнослужителей, для абраминов, такой день, считается, обернется стократным положительным результатом и принесет не просто радость в вашу жизнь, а счастье и благополучие. Если вы не можете позволить себе подобной благотворительности, то подарите кому-то что-то из одежды или сладостей. И желания свои вы четко должны понимать, потому что есть желания души, а есть желания, навязанные нашим обществом сегодня. И большинство людей, к сожалению, не осознавая этого, живет желаниями, навязанными обществом, навязанными коллегами на работе, еще кем-то. сядьте перед этим днем, вот просмотрите в начале фильм, он уже отрезвит, просто вас очень-очень хорошо, а потом сядьте, разберите список своих желаний и оставьте максимальные, те, которые принесут действительно благо для вас. Потому что, ну, пожелаете вы там миллион, и будут у вас предпосылки этот миллион иметь. Но вы не в состоянии сейчас, допустим, я не говорю, что потом, а именно сейчас, пока правильно распорядиться этими деньгами. И ни к чему хорошему этот миллион вас не приведет. Поэтому, как бы, будьте осознанными именно в своих желаниях. И есть ряд практик, но я думаю, ты тоже посоветуешь, наверное, какую-то из практик, которую очень благоприятно сделать. Будет именно на концентрацию правильности своего желания, на правильное понимание своего желания. Подскажи что-то там тоже. По практикам, в принципе, я хочу всех пригласить на наш вебинар, потому что мы с Наташей, я приоткрою, так сказать, завесу тайны, у нас в следующий вторник, это будет, сейчас я скажу, какого числа, это будет 25 числа, у нас будет вебинар как раз на тему того, как правильно провести этот день. И мы там очень подробно будем рассказывать. Поэтому я, дорогие друзья, вас приглашаю, присоединяйтесь. То, что как раз я хотела добавить по поводу благотворительности здесь, в Америке, вообще это очень просто сделать, потому что, в принципе, огромное количество организаций, которые собирают пожертвования, только давай. Поэтому здесь я вот как раз готовлюсь уже несколько дней к тому, чтобы отдать какие-то вещи людям, потому что мы действительно живем в материальном мире, особенно здесь, в Америке. Ты вольно или невольно попадаешь под оковы такого потребительства, потому что очень все доступно, очень удобная жизнь, и кажется, ну, купить можно практически все. Все это стоит каких-то, как-то недорого. Мы обрастаем, конечно, очень сильно вещами. И здесь есть такое понятие, как гараж сейл. Ну, вот мне, наверное, наши американские радиослушатели не дадут соврать, потому что люди очень часто гаражи просто не используют. Они по назначению, да, там не хранят машины, а там хранят вещи. И вдруг, вот, тебе вдруг приходится в какой-то момент уезжать, а у тебя полный гараж всякого барахла, который ты годами просто не использовал. И вот люди, так называемый гараж-стейл, они просто открывают гараж и такой магазин делают. Вот. И у меня, кстати, есть даже несколько друзей, у которых машины не хранятся в гараже, а там какие-то вот что-то такое, хранят именно то, что вообще уже не нужно годами. Тут очень, ну, наверное, многие знают такую технику, что если мы год не используем какую-то вещь, то надо очень хорошо подумать, а нужна ли она нам вообще. Ну, это не касается, конечно, там, хороших, красивых, золотых украшений, которые мы купим на Акша и Тричи, и, может быть, мы не будем их носить каждый день, а только по торжественным случаям. Но, тем не менее, в общем, к сожалению, да, сейчас мы уже настолько вот в этом материальном мире живем, влечены в него, что очень много всего обрастаем огромным количеством ненужного. Мне очень нужно осознанно к этому относиться. Поэтому здесь, конечно, я всех призываю до 28 апреля, да, мы еще, по-моему, с собой не сказали, когда вообще, собственно, здесь случится. Это 28 апреля. Мы в конце с тобой, давай в конце с тобой в этом раз. Хорошо, скажем, поддержим интригу, и время скажем в конце. Интригу поддержим. Абсолютно точно. Да, скажем, время для всех почасовых поясов, которые мы сейчас, по крайней мере, находимся, да, для Чикаго, для Москвы, и не только для Москвы, да. Вот. И на самом деле, вот уже надо сейчас готовиться, вообще сейчас как раз, знаешь, какой у меня был вопрос, вот я вспомнила. Сейчас очень много людей говорят о третероградности планет, да, и вот мы только что вышла из третероградного движения такая замечательная планета, как Венера, но тем не менее, сейчас три планеты находятся в третероградном положении. Это Юпитер, это Сатурн и это Меркурий, о котором вообще практически, если почитать в интернете, в социальных сетях, то просто что только на этот бедный Меркурий не вешают, какие только неприятности и проблемы, и все, что только возможно связано с третероградным Меркурием, самого ужасного и страшного происходит. Насколько вот это положение, оно как бы влияет на Акшай Атричи, либо все-таки все, все неблагоприятные влияния ретроградных планет, хотя на самом деле мы-то знаем, что ретроградные планеты, они самые лучшие учителя, они нам дают возможность отработать все, что только можно, и это самое лучшее время для трансформации, но тем не менее, вот твои астрологические рекомендации. Ты знаешь, вот интересно, этот вопрос даже задавали в группах в соцсетях, что вот у меня вот ретропланеты, а вот и что, вот и что тогда вот делать, а не будет ли влияния идти вот ретро-Меркурия, а мы хотим бизнес сделать, а вот не будет ли вот, а мы хотим то сделать ретро-Юпитер и ретро-Сатурн. Но важно, чтобы разобраться с этой темой, понять само понятие ретро. Что такое ретро на самом деле? Ретро на санскрите называется вакро. Вакри значит кривой. В переводе это одно из значений этого термина. И что такое кривой? То есть энергия этих планет каким-то образом искривлена. Искривлена энергия Меркурия, на которой вешают всех собак, которая отвечает за бизнес, за коммуникации, за то, чем мы сейчас с тобой занимаемся, за средства связей, за все онлайн-проекты, за все разговоры, которые мы с вами ведем. Опять же ответственный этот же бедный Меркурий, на который вешают всех собак. И он искривлен. И где-то каким-то образом это, конечно, будет проявляться. Может сбоить связь, может еще что-то происходить. Какие-то бизнес-операции могут зависать, платежинки могут проходить каким-то неправильным образом. То есть какие-то вещи в эти периоды всегда происходят. Что такое вакри Сатурн? Когда Сатурн искривленный, то есть Сатурн — это та планета, которая отвечает за наш порядок, за нашу скрупулезность, педантичность, методичность, за аскезы, за отречение, за отказ от каких-то вещей. И здесь иногда может человек просто-напросто не выдерживать каких-то своих обязательств или еще чего-то. То есть искривленное понимание по этой планете идет, что такое ретроградный Юпитер. Юпитер в первую очередь, но для женщины вообще, как говорят, это все. Потому что Юпитер показывает мужа, показывает детей, показывает деньги у женщины. А для женщины эти три составляющих — это все. И когда искривляются все три этих понятия, то женщины должны держать руку, я считаю, на пульсе, очень-очень четко. Ты знаешь, вот моя практика говорит о том, что ретроградные планеты, если у кого-то планеты ретроградные в карте, они так не влияют на человека. Как это не парадоксально. Они влияют на обычное положение. Когда вот у меня обычный, допустим, Сатурн в карте не ретроградный, и идет ретроградный, то каким-то образом это повлияет. Но если мы сейчас вернемся как шая-трития, классические тексты говорят, что этот день свободен от любой мхорты, от любой без исключения. Несмотря на то, ретроградные планеты будут, не ретроградные планеты будут, всегда кто-то будет ретроградный. Мы живем в Кали-Югу. Сейчас такая конфигурация планет на небе. Не мы это придумали, это наши совокупные кармы, которые мы наработали многие-многие жизни привели к такому звездному положению на небе сегодня. И это нужно воспринимать как данность. Всегда будет какое-то искривление. Считается вообще в Кали-Югу очень трудно подобрать какое-то благоприятное время. И когда у нас есть вот эти благословленные дни, такие как Акшая-трития, нужно ими пользоваться, я считаю. Ну вот просто брать и хватать. Но самое главное, тут опять же правильно поставленные желания, правильно сформулированные цели. Как только у нас будут вот эти правильно поставленные желания, правильно сформулированные цели, мы с вами становимся счастливыми людьми. Но для этого нужно проработать свои ретроградные Меркурий, ретроградные Юпитеры, ретроградные Сатурны, у кого есть это в гороскопах. Потому что это те долги, которые человек привнес с прошлого воплощения. Сила ретроградной планеты на самом деле, она скрыта глубоко внутри. И вот если человек начинает понимать, что же такое ретроградная планета на самом деле, то есть не именно, что, ну вот Юпитер ретроградный, а именно начинает понимать энергию этой планеты. Что такое ретроградный Юпитер, к примеру? Он часто показывает то, что человек очень может быть консервативным, очень относиться жестко к другому мнению, очень авторитарным, быть касательно своего духовного пути, не признавать других путей. Часто люди с ретроградным Юпитером, они не понимают других людей, им все кажется, что другие люди, вот они вот какие-то вот дураки, что ли, вот они не понимают каких-то очевидных вещей. То есть это люди очень узконаправленные. Здесь нужно расширять именно широту своего восприятия людей, широту своего восприятия мира. Нужно воспринимать мир в его красоте, в его единстве и воспринимать другие культуры, другие религии и не быть к этому предвзятым. Что такое ретроградный Сатурн на самом деле? Ретроградный Сатурн — это огромная сила. Когда человек становится смиренным к определенным событиям, принимает это все, когда человек очень четко выстраивает свою деятельность и перестает заниматься прокрастинацией, про которую мы с тобой говорили буквально вот недавно. У нас с тобой был вебинар на эту тему, я считаю, очень хороший. Кто не смотрел, всем рекомендую его посмотреть. Потому что вот ты писала после вебинара, что даже у тебя есть движки, у меня есть движки. Я тоже не знаю, когда бы занялась еще этим, но я говорю, вот Вселенная, она так вот разворачивает после этих всех вебинаров, что у меня выключили просто на следующий день свет. И так как моя работа зависит напрямую от компьютера, я просто вышла в свой сад и сделала уборку всех своих клумб. То есть я перестала прокрастинировать, скажем так, и занялась действительно тем, чем надо было заняться уже, скажем так, давно, что я пыталась задвинуть в долгий ящик. И тем самым я прорабатываю свой Сатурн. То есть это именно вот та деятельность, которой иногда, может, не хочется заниматься, но нужно. И нужно заниматься, учиться этим из любви, с любовью и с радостью. И тогда мы прорабатываем энергию Сатурна. Также энергия Сатурна очень хорошо прорабатывается, когда мы берем какие-то обеты исследуемым. Потому что Сатурн, он не любит помпезности, в отличие от Юпитера, который любитель вот этого вот всего вот чего-то вот такого вот. Сатурн, он очень любит всё скромненькое, всё такое минимизированное. И вот то, что ты до этого тему подняла, я тебе благодарна безмерно. Мы с тобой эту тему подняли ещё в Индии, когда мы с тобой были. Когда ты мне рассказала, что ты взяла на себя определённый обет отказаться от покупки вещей. И вот пообщавшись в тот раз с тобой, я взяла точно такой же обет, которого придерживаюсь до сих пор. И это высвободило у меня огромное количество энергии. И тем самым мы прорабатываем тоже наш Сатурн. То есть, потому что это определённая аскеза для женщины, скажем так. Но когда она именно построена в благости, то, что ты сделала, ты сделала это именно в благости, я думаю, ты сейчас поделишься, да? Расскажешь более подробно об этом. Потому что это действительно, это уникальный опыт, о котором мы не задумываемся, пока мы не начинаем именно в этом быть осознанными. Ну, кого я там ретроградных не коснулась ещё? Меркурия. Да. Но он короткий, он быстрый, на самом деле. Дело в том, что планеты Сатурн и Юпитер это медленные планеты, поэтому этот период достаточно долгий. И, в общем, всё, о чём Наталья говорила, мы можем прорабатывать достаточно долгое время и не обязательно этим заниматься только непосредственно на передах Шаи Трити и в этот день. Потому что планеты достаточно долго находятся в своём ретроградном движении. Сатурн, по-моему, до 24 августа, если я не ошибаюсь, а Юпитер где-то в июле должен выйти. Ну, в общем, это не тема. Я могу ингрессии табличку открыть, сейчас сказать всё точно. Но не тема, это наша программа. То есть, собственно, даже не это. То Меркурия, это планета быстрая. Она быстро зашла, быстро вышла. Уже 5 мая мы уже освободимся. от ретроградности Меркурия. Но тем не менее, он быстрый, поэтому всё быстро очень происходит. Вжих-вжих-вжих всё такое. Что же нам ещё тоже, как нам помочь Меркурию принести именно благоприятную энергию в нашу жизнь? Ну, в первую очередь, так как Меркурий каракаречи, то очень хорошо в это время следить за тем, что мы говорим и как мы говорим. То есть, будьте осознанны именно в своих словах. Потому что, на самом деле, человеческое существо, его очень легко узнать о том, что у него внутри, после того, как человеческое существо открывает свой рот. И вот у меня даже есть такая практика. Перед началом своих консультаций я всегда прошу людей составить короткое эссе про себя. И уже, исходя из этого короткого эссе, я очень много могу сказать о человеке, естественно, посмотрев, конечно, в его гороскоп. Но сам факт, когда человек пишет, ну это же то же самое, что он говорит. Открывается его подсознание, и мы уже понимаем, что из себя представляет данный человек. Поэтому следите в обязательном порядке за речью. очень благоприятно заниматься каким-то обучением, потому что Меркурий связан с обучением, очень хорошо помогает бедным студентам. Так как, опять же, здесь у нас Акшая Трити, то вы можете сделать какое-то пожертвование на обучение, на распространение каких-то знаний. Это тоже будет очень-очень благоприятно. Я можно еще добавлю по поводу пожертвований, потому что в этот день действительно очень важно сделать какое-то пожертвование. Почему это делается? То есть любые пожертвования, которые делаются во время в день Акшая Трити, они на самом деле направлены не просто на помощь другим людям, а для приобретения своего собственного духовного прогресса. Поэтому это крайне-крайне неважно, и они приносят огромную пользу. Они уменьшают грехи от предыдущих рождений и увеличивают наши добродетели. То, чем мы уже обладаем, оно просто приумножится, а то, что нам мешает, оно уменьшится. Вот именно, что нам дает вот эта энергия жертвования именно в этот день. И если в предыдущем рождении человек совершал какие-то положительные поступки, то грехи, которые совершались им, они уменьшаются, а его достоинства они возрастают. И, в общем, поэтому именно жертвы в этот день мы тем самым улучшаем свою карму и приближаемся к Богу. И объединяемся с Богом. А, в общем-то, по-хорошему, это самая важная и основная цель людей в этом воплощении, для того, чтобы приблизиться к Богу. Не важно, в какой религиозной конфессии вы находитесь, какому Богу вы поклоняетесь, мы говорим о неком едином Боге, о той высшей силе, которая существует. Поэтому, если вы заинтересованы именно в своем духовном развитии, то есть не забудьте об этом. И очень это важный такой момент. И, конечно же, Наташа, у тебя есть что добавить? Ну, ты абсолютно права, потому что, на самом деле, задача человеческого существа, на самом деле, я говорю, ну, на базовом уровне хотя бы задать себе вопрос, кто я, зачем я сюда пришел. Это самое элементарное. Во вторую очередь, это нужно осознать в себе божественные качества и стараться стать подобным Всевышнему и прийти в итоге к Нему, к Его энергии. Поэтому, это самое главное, ради чего, на самом деле, мы родились. Ну, вот, опять же, если коснемся астрологии, есть такие теневые планеты, как Раху и Гету, которые толкнули нас на рождение здесь, в этом мире. На эту тему я могу говорить очень много, потому что я ее очень люблю, очень люблю, вот эти теневые планеты, но это тоже не цель нашей сегодня с тобой, беседы. Как-нибудь мы с тобой можем просто поговорить даже вот на, именно, о смысле рождения и желаниях души, которые толкнули душу, именно воплотиться здесь. Ну, давай не будем сейчас отвлекаться на эту тему, задача человеческого существа прийти к Творцу, прийти к самому себе и прийти к Творцу. Да, я совершенно согласна, и такой у нас очень серьезный, серьезный разворот произошел в беседе, хотя, тем не менее, в принципе, хотелось как-то рассказать более легко, но, тем не менее, такие темы очень важно их касаться, вот, и поэтому я бы хотела как раз о ритуалах поговорить, мы уже упомянули ритуал поклонения предкам, есть такое, я могу рассказать немножко, очень хорошо делать тарпом, и это такое подношение семян кунжута и воды богам и предкам, и вот в этот день особенно хорошо, кунжут, он забирает всю неблагоприятную отрицательную энергию, является символом сахара, а вода это символ чистой духовной энергии, очень простое, на самом деле, упражнение, когда вы помещаете в правую руку семена кунжута, и лучше всего это делать на берегу реки, океана, в общем, открытого водоема, какое-то море, где есть энергия открытой воды, и вы просто набираете воду в какую-то емкость и смываете со своей руки смысленно молитву, и вот эти семена кунжута в открытую воду, это как раз нам дается, то есть это ритуал поклонения предков ведической традиции, вот, ну, один нюанс, просто, когда, сейчас я попробую показать его, видно, да, мою руку? Да, да, да. Когда мы смываем семена кунжута, рука должна быть вот таким образом направлена, мы должны, чтобы вода вот между вот этими пальцами, между большим и указательным пальцем, да, Обязательно. И очень хорошо, если направление, вот это вот все будет на юг, потому что там царство Ямараджа, царство мертвых, и мы как бы делаем туда подношение, то есть это как бы маленькое добавление такое, извини. Нет, нет, все правильно, да, потому что, конечно, то есть нам нужно не просто сделать какой-то ритуал, мы должны обязательно правильно его сделать. И, кстати, считается, что в этот день, в день Акшая Трити, вообще в ведической традиции очень огромное количество различных легенд, огромное количество разных поверьей, и считается, что именно в день Акшая Трити богиня Гангари, как Ганга, она спустилась с небес. Поэтому, то есть все, что мы можем сделать с водой, это очень хорошо, но, естественно, омовение, принятие душа, то есть это мы не забываем, и мы обязательно это делаем, потому что это крайне важный такой момент в нашей жизни, соблюдение гигиены, плюс еще как бы вот, наверное, может быть, что-то новое надо надеть, это мне сейчас в голову пришло, если мы что-то новое надеемся. именно в этот день нужно надеть новую, красивую, желательно красную одежду. Я сказала об этом. Да, я что-то про новую упустила, про красную я услышала, а про новую забыла. Считается, нужно облачиться в новую, красивую, красную одежду. Вот так трактаты говорят. И интересно, что в этот день в Индии возрастает в десятки раз продажа золота, потому что индийские семьи все стараются именно в этот день купить золото. слава богу, нам повезло, да, у нас цены на золото не так изменчивы, как в Индии, поэтому, если вы что-то хотите купить, лучше наметить это, кстати, заранее и просто прийти, чтобы не мучить себя долгим выбором. Вот я уже себе составила список желаний на Акшая 3-ю, чем очень порадовал своего мужа, он уже в курсе моего беджета. Но, тем не менее, вот у меня, кстати, очень часто спрашивают про золото, прямо вот многие мне задавали вопросы часто и писали мне, вот а сколько золота, мне кажется, здесь просто нужно, ну, символичный некий акт провести, да, не надо на этом циклиться, не надо обязательно там тратить тысячи долларов там на то, чтобы купить какое-то очень весомое украшение, это просто должно быть, ну, символично проведите, может быть, это будет что-то маленькое, но именно сделать это в этот день. Сделайте какой-то подарок своим детям обязательно, если у кого-то есть дочки, то тоже порадуйте их вот таким вот подношением, да. И, собственно, почему, кстати, вот интересная тоже легенда про золото, очень мне попалась, я когда, поскольку мы сейчас очень много, мы готовимся к этому дню, и вот у нас еще будет один вебинар, и интересно, что, то есть этот день, он обусловлен тем, что Брама, да, родился из золотого яйца, поэтому вот так вот с золотом связано. Не знаю, Наташ, ты знаешь эту легенду так более детально? Может быть, ты нам расскажешь? Ты расскажи лучше коротко, потому что с этим днем и с Куберой связаны легенды, и с Брамой связаны легенды золотом. Считается, что Кубер в этот день тоже получил свои богатства, поэтому в этот день очень благоприятно, опять же, покупать золото. И про Браму расскажи, про Гарбхар, про золотое яйцо. Да, считается, что, согласно некоторым легендам, создател отложил семя в водах темной безжизненной вселенной, и это семя стало ярким золотым яйцом, столь же сияющим, как солнце. И вот именно из этого космического яйца родилась Брама, воплощение самого Творца, создателя нашей вселенной, и поэтому считается, что все ценные вещи, купленные в этот день, они продолжают расти и в жизни. Поэтому, в общем, вот так вот рекомендуется покупать золото. И золото происходит в санскрите от корня шри, что означает нетленный, то, что никогда не исчезает. Поэтому вот такие вот какие-то у нас тут есть интересные такие истории на этот счет. И поэтому, я не знаю, даже, наверное, придется, может быть, аскезу нарушить для того, чтобы купить. Хотя нет, я муж попрошу, чтобы он это сделал для меня. Это тоже будет очень благоприятно. Это будет более даже благоприятно, потому что, если есть возможность, чтобы вы это сделали не сами, чтобы это был подарок для вас, считается с точки зрения астрологии, что все украшения, которые подарены, все драгоценные камни, которые нам подарены, они работают в десятки раз сильнее, чем все, что мы купили с нами. А вот, кстати, интересный момент. Ну, а если у нас некому подарить, можно самим-то купить? Можно, конечно. Оно тоже будет так же работать. Просто, когда нам дарят, это работает еще сильнее. Поэтому желаю всем нашим радиослушателям, чтобы им всем дарили. Ну, и на самом деле, очень важный момент, я бы хотела сказать, потому что обязательно, поскольку это все-таки очень глубокий духовный день, то есть помимо исполнения материальных желаний, мы не должны, как я уже говорила, не забывать о духовных желаниях. Поэтому в этот день крайне благоприятна молитва и совершение различных духовных ритуалов. То есть какие-то, может быть, вы поставите свечку там перед иконами, которые у вас есть, перед алтарем, который у вас есть дома. Или вы примете участие в каком-то священном ритуале. Вот как раз, Наташа, расскажешь про ягию немножко, что такое яги, почему это очень хорошо именно на Акшая Трите. Ну, уже много лет мы заказываем у броминов в Индии, у священнослужителей, которые знают, как правильно делать вот этот ритуал именно на Акшая Трите. То есть, ну, все, кто у нас с нашим центром каким-то образом соприкасался, они постоянно принимают участие у нас в этих ягиях, которые проводят очень квалифицированные бромины. И 28 числа у нас утром будет проходить тоже яги, которые будут проводить бромины, очень квалифицированные бромины, которые не просто бромины, они еще и чтецы, и листьев к фрегу, которые мы тоже ездим, чтобы прочитать нашу судьбу, которая записана на листах многие-многие тысячи лет назад, скажем так. И вот если есть возможности у кого-то заказать ягию именно у квалифицированных броминов, то это считается как бы одной из самых благоприятных вещей, которые мы вообще можем сделать. Почему, ну, допустим, не я сам, скажем так, а почему вот именно у священнослужителя? Потому что священнослужители, у них считается, есть прямой канал к Всевышнему, и прямой канал этот проложен мантрами. К сожалению, человеческое существо, оно при очень только хорошем обучении санскриту в состоянии правильно произносить эти мантры. Сегодня очень мало людей, кто на самом деле на это способен. И речевой аппарат, наш голосовой аппарат, я бы сказала, он устроен таким образом, что есть определенные комбинации звуков, которые человеческое существо может повторить до 13 лет. В 13 лет связочки начинают затвердевать, и уже произношение этих мантр, оно практически невозможно. Поэтому санскрит считается еще очень таким трудным языком. Есть исключения из этого правила, как всегда во всех правилах, есть исключения. То есть есть люди, люди, кто осваивает это все, и у кого это хорошо получается, но нет определенной квалификации, нет определенной чистоты, потому что, чтобы сделать яги, нужно выполнять определенные правила и предписания. Никогда не кушать мясо, не употреблять никаких интоксикаций, быть чистым в сексуальном плане очень человеком, быть очень чистым в умственном плане человеком. И вот сословие браминов или каста браминов, как будет более, наверное, правильно, это те люди, которые очень чистые на самом деле. Ну, ты тоже знаешь таких людей, поэтому ты тоже скажешь, что чистота этих людей, она на самом деле очень велика. И вот когда такие чистые люди правильно произносят мантры, тогда Всевышний все это очень хорошо слышит. В этот момент также используется работа со всеми первоэлементами. То есть огонь, вода, эфир, земля, все присутствует в ягии. Ягию проводят не один, не меньше четырех браминов. То есть есть определенные условия, которые должны быть учтены, чтобы произошла эта ягия. И вот когда происходит эта ягия, и посредством первоэлемента огня, посредством мантр, вот как канал такой, со Всевышним начинает образовываться. И к Всевышнему все наши пройсбы и молитвы, они просто-напросто поступают напрямую, считается. То есть брамины — это как проводники нашей энергии и энергии между нами, земными людьми, и Всевышним. И вот благодаря вот этим ритуалам, вот этим традициям, на самом деле, мы не просто улучшаем свою, скажем, будущую судьбу, свою будущую жизнь, жизнь своих детей, мы точно так же еще и очищаем себя кармически, очищаем свое сознание. Потому что любые ритуалы, сделанные правильно, пуджи, яджины, хомы, огненные жертвоприношения, они меняют очень сильно сознание человека. А вся наша жизнь — это наше сознание, по сути, по своей. То есть все, что мы в этой жизни делаем, все, чем мы занимаемся, все это обусловлено тем, что у нас в сознании. Потому что жизнь — это отражение, на самом деле, нашего сознания. И в этот момент, когда происходит вот этот ритуал, наше сознание, оно очень сильно прочищается. Это происходит помимо нас, независимо от нас, просто таким образом работают вот эти вот все техники, скажу так. Я не могу подобрать более такого русского слова, как называть еще яджину, пуджу или хому. И поэтому это очень-очень благоприятно именно в этот день, чтобы священнослужители, особенно если вы знаете эти священнослужители, если вы им доверяете, чтобы они что-то сделали касательно вас и Всевышнего. Тогда это принесет долгий, устойчивый результат не только вам в будущем, но это еще и очистит вас и очистит ваше сознание, опять же, для того, чтобы изменить вашу карму. Приглашаем вас принять участие обязательно, если у вас есть такая возможность. Я думаю, что уже теперь можно раскрыть карты, когда же этот день случится. И технически, поскольку мы все тут в разных часовых поясах, в общем-то, день приходится на 28 апреля. Но вот в часовом поясе по Тихому океану он начнется немножко раньше. То есть это, ну как, технически не раньше, он наступает практически одновременно везде. Вопрос просто в зависимости от того, когда у вас, в каком поясе это начинается. И вот здесь, в Калифорнии, этот день наступит 27 апреля. Сейчас я скажу точно, у меня календарь открыт. В 21.59. Это наступают третьи лунные сутки возрастающей луны. 27 апреля в 21.59. И закончится этот день 18.26. Простите, наступает 27 апреля, это кончится 18.26.28 апреля. И Наташа сейчас для России скажет, я еще скажу для Чикаго, потому что наши штаб-квартиры находятся в Чикаго, и у нас очень много там слушателей, и в этом часовом поясе в Америке удобнее намного. Здесь не так много часовых поясов, как в России, поэтому, в принципе, все очень легко посчитать. И тоже в Чикаго день Акшая Трити стартует 27 апреля за одну минуту до полуночи в 23.59. И завершится этот день 28 апреля в 20.25. Сейчас Наташа нам скажет для России. В Москве скажу московское время. Вы уже прибавляете свои часовые пояса, естественно, тут, в принципе, все легко. По Москве этот день наступает 28 апреля в 7.59 утра. И заканчивается 29 апреля в 4.26. Ну, москвичам, в общем, очень повезло, я считаю, потому что им как раз прямо весь полный рабочий день, еще пятница, приятный день, да, замечательный такой, легкий, прекрасный, очень красивый. Вообще пятница всегда, поскольку это венерианскую энергию он несет, да, то есть он всегда очень благотворный для различных покупок и начинаний, особенно для женщин, на мой взгляд. Поэтому, в общем, очень хорошее время для совершения всяких благих дел, да, и плюс еще чем-то себя порадовать. Так что, девушки, смело в следующую пятницу радуйте себя. И, в общем... Стартуйте, это отправная точка вашего успеха. Абсолютно точно. Наташа, еще есть какие-нибудь у тебя экспресс-рекомендации, да, для наших радиослушателей, которым ты бы могла что-то посоветовать такое? Ну, я чисто хочу сказать, что все, что мы с тобой сегодня сказали, было сказано в Накшатру Шраваму. А она связана со слухом и с восприятием людей. Поэтому я надеюсь, что все сказанное сегодня без искажений дошло до наших радиослушателей, потому что эта Накшатра, она на божественном уровне связана со звуком. Поэтому я думаю, что именно время, хотя оно у нас с тобой было подобрано абсолютно случайно, перед Акшатрити опять сработало на нас, и получилось опять все случайно и не случайно. Очень-очень благоприятная мухурта для нашего с тобой сегодняшнего вебинара или трансляции эфира, для нашего с тобой сегодняшнего эфира. Поэтому все, что было сегодня, оно благоприятствует хорошо делам. Так что... Да, естественно, я хочу еще раз пригласить наших радиослушателей на наш вебинар в следующий вторник. Кто сегодня, кто хочет более подробно в технике, мы там, мы сегодня не все вам рассказали, честное слово, мы еще много чего знаем, и будет... Поскольку у нас все-таки наша программа, женская костинная, она направлена на... Это просветительская программа, да, она рассказывает, просто она дает знания, которые потом уже по своему желанию можно углублять. Поэтому присоединяйтесь к нам на вебинаре, присоединяйтесь к нам на Яге, которая будет 28 апреля. Но тоже можно у Наташи в группе там увидеть, когда будут какие-то даты. Вот. И еще один момент я хотела сказать, который вот забыла, хотела бы... Вот мы, кстати, затронули эту тему, потому что мы... Я тоже вчера занималась своим там садиком небольшим. И интересный момент, потому что в Акшай-3 очень хорошо поклонятся земле. И это день, когда очень благоприятно посадки совершать. Не выдавай все секреты. Хорошо, я не буду. Но, тем не менее... Остань, поздно вебинар приходят. Хорошо, я приглашаю вас на вебинар. И желаю вам скорейшего духовного роста и процветания. И чтобы все ваши желания были направлены на благо всех людей. Это очень важно. Поэтому я надеюсь, что сегодняшняя наша программа... Я немножко косноязычна даже сегодня была, потому что в таком каком-то внутреннем состоянии восторга, когда ты начинаешь что-то делать, действительно вокруг все меняется, все трансформируется. Сейчас такое время благоприятное, дорогие друзья, когда вообще все очень быстро происходит. Но с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. Но если мы хотим изменений, то вот у нас просто есть ключи для того, чтобы эти изменения получить как можно скорее. Наташа, ну и твое напутствие нашим слушателям в последние несколько минут нашей программы. Хочу прочитать мантру на санскрите, которая говорит о том, чтобы были счастливы все живые существа. Сарве бхаванту субхима, Сарве шанту нерамая, Сарве бадрани пашьенту, Мака щедду бхабхабхавет. Пусть все будут счастливы. Пусть никто не знает страданий. Пусть все легко и свободно преодолеют любые испытания. Пусть все видят в окружающих только своих самых близких друзей. Спасибо огромное. Спасибо, потрясающая мантра. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях была Наталья Хамитова, физический астролог, основатель, руководитель практик центра Руна, удивительная, прекрасная женщина, мудрейшая, умнейшая и невероятной красоты, которую я бесконечно люблю, бесконечно признательна тому, что она принимает участие в наших передачах. И с вами были мы, Наталья Хамитова и Анастасия Хрущинская, и программа «Женская костинная» на волнах радио Сангейтс. Оставайтесь с нами по четвергам, мы выходим в эфир в 9 утра по времени Калифорнии, в 11 часов по времени Чикаго и в 19.00 по времени Москвы. Вы можете слушать нас в прямом эфире, а также смотреть наши программы в записи на YouTube. Спасибо вам огромное. Наташа, спасибо еще раз. Я тебя благодарю. Спасибо всем. Спасибо тебе, Настя. Спасибо твоей штаб-квартире огромное. Дай Бог вам процветания и удачи всем. И дай Бог удачи и процветания всем нашим радиослушателям. Спасибо. И до новых встреч. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон»